Этим летом оздоровлением и различными формами занятости в КОМИ планируют охватить более 20 тысяч детей. С учетом требований Роспотребнадзора в ситуации пандемии работают три стационарных лагеря, открываются площадки дневного пребывания разного профиля. В Сыктывкаре на базе Кванториума каникулы проходят необычно. Там готовят будущих инженеров. Ольга Коняева подробнее. В хай-тек-мастерской кипит производство кибер-руки. Пусть она пока из картона, но уже напоминает экзоскелет. У игрушки и прикладное значение – знакомство с законами механики. Я думаю, что экзоскелет нужен для того, чтобы делать захват предметов, которые могут нанести ущерб человеку. Технопарк Кванториум – это новый формат дополнительного образования в сфере инженерных наук. Потому и каникулы здесь необычные. Этим летом две инженерные смены по 80 ребят от 7 до 12 лет. Формат, конечно, больше развлекательный, но результат может быть самым неожиданным. Я бы хотела собрать какую-то машину, которая умеет летать. Роботы будут мне помогать, как искусственный интеллект. Я хочу научиться создавать всяких роботов, научиться снимать что-то, всякие видео. Я хочу делать всякие из бумаги и чинить всякие, делать из бруса всякие полезные штуки. Многие из детей, которые у нас уже побывали в лагере, уже стали нашими учениками, что очень радует нас. И мы работаем, конечно же, на перспективу. И лагерь дает большой плюс. Это не просто каникулы, скажем, развлекательный формат, это и полезные каникулы. Начинают с простого. Например, здесь собирают из готовых деталей технопарк на колесах. С виду обычный КАМАЗ, но в зависимости от начинки предназначение техники может меняться. В реальности такой мобильный Кванториум ездит по районам Коми. Внутри 3D-принтер, лазерный станок и еще много интересного для обучения детей. А вот чем наполнят автомобиль участники лагеря, это решит каждый сам. Заинтересовать юные умы – вот что важно. Мы с детьми как раз развиваем их творческое мышление, помогаем разобраться с ручным инструментом, придумать какие-то свои уникальные дизайны транспортного средства, усилить транспортное средство и так далее. То есть дети по выходу трехлетней программы очень много начинают понимать не только в автомобилях, но также в ПДД – дорожной транспортной безопасности, электроники, программирование, прототипирование. То есть наша программа – самое обширное, то, что есть сейчас в образовании. Энерджи, авто, робо и хай-тек, квантум. Занятия в лагере проходят по четырем направлениям. Новые знания обязательно пригодятся. От простого ремонта до глобальных проектов. Ветряная мельница из бумаги от оригами до альтернативных источников энергии. У нас в республике Коми альтернативных источников энергии вообще нет. То можно попробовать, допустим, привить интерес к этому и какие-нибудь проблемы рассмотреть в этой области. И, допустим, создать свою ветряную электростанцию. Где-нибудь в крайнем севере, допустим, где более ветрено, тундра. Ребята, вам нравятся ваши каникулы? Да! В программе смены знакомство с правилами дорожного движения. Для этого у технопарка своя лаборатория безопасности на колесах. И кто же лучше объяснит значение дорожных знаков, чем сам автоинспектор. Этот знак как называется? Точно так же. Пешеходный переход. Но он у нас не разрешает переход дороги, а предупреждает водителя о том, что вскоре может быть на пути пешеходный переход. То есть его можно поставить вот здесь. Никаких лекций. Все в игровой форме. Как переходить дорогу, правильно ездить на самокате или велосипеде. Все изучают с помощью моделирования ситуации. В динамике и в то же время безопасно. Твои действия. Ты болтаешь по телефону. Я сначала отхожу, скажу моим друзьям, что я позвоню, когда перейду дорогу. Как и во все сферы жизни, внес свои коррективы коронавирус. Отменены общелагерные праздники. Отряды между собой не пересекаются. Для каждой разработан свой график занятий, обедов и отдыха. Экскурсии по городу, скалодром, боулинг. Всюду работают специальные приборы для обеззараживания воздуха. Обязательное измерение температуры, мытье и обработка рук. Наш отряд! Сильсоны! Наш девиз! Forever, Сильсоны, друзья! И это не напрасно!